Всем салют, RedHard тут. Ну что, ребятки, мы с вами продолжаем выживать в игре под названием DZ на сервере Неудержимый, как вы и просили. Давайте приступать, приятного просмотра. Сезон новогодний, серия первая. Да, ребятки, вам не послышалось. Мы с вами вернулись на Неудержимый, так как вы и просили в комментариях очень-очень-очень-очень-очень много раз. И поэтому давайте. Теперь мы с вами можем в полной мере, скажем так, пострадать от всего, что есть просто на этом сервере, всего, что док добавил в полном, так сказать, изобилии. Продолжаем мы с вами выживание наше на сервере. Номер один, на котором мы играли, здесь есть всё. Здесь есть мутанты, здесь есть аномалии, здесь есть выбросы, есть здесь 60 человек онлайн. Всё, как вы любите. Будем страдать, мне кажется, в каждой, мать его, серии. От чего? От всего, что угодно. Господи, мы здесь будем страдать. Мы с вами появились на острове с Калистом. Замечательное место. Если мы попадём под какой-нибудь выброс... Пулевая куртка. Сохранение тепла 90%. Нифига себе. Стоит взять её, она будет теплее, чем наш бушлат. Хотя наш бушлат в хорошем состоянии. Его тоже стоит прихватить на всякий пожарный. Если нам эту заруинит, мы хотя бы какую-то сможем одеть. Так что, если будет выброс, мы с вами здесь сразу отчекрыжимся. Потому что, насколько я понимаю, на этом острове спрятаться от выброса просто-напросто негде. Ни одно из зданий, которое здесь представлено, нам с вами не поможет от слова «вообще». Как вы успели заметить, теперь состояние предметов нельзя просто увидеть, наведясь на него. То есть, ну вот визуально здесь мы видим, что куртка наша очень сильно повреждена. Как она будет греть, хрен его знает. Мне кажется, хреново. Но я взял в надежде, что я смогу найти себе швейный набор и подлатать. Подлатать её. Так, играя на других серверах, немножко, конечно, ты расслабился, что. Но, возвращаясь на этот сервер, я слышу где-то... Аномалию. Судя по всему, она электрическая. Здесь также есть запертые двери. Так, вон она. Вход в сарай нам закрыт. Блин, дом закрыт, вот это плохо. Надо припить, сразу водиться. Начинаем и сразу с вами, смотрите, в таком наборе неплохом у нас и ремень есть. И попить, и гайки, и таблетки, витаминки всякие. В принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Теперь остаётся только это. Здесь парочку зданий подлутать. И убегать скорее на материк. Потому что, как я сказал ранее, если будет выброс, если будет выброс, то нам тут с вами будут кранты. Ой, сейчас как зимой от этих аномалий спасаться, я что-то вообще даже не представляю. Летом-то их нихрена видно не было, а уж зимой... Ну хотя теперь зато трамплин будет видно издалека, потому что как бы листики, влетающие над землёй, это уже немножко... Из ряда вон выходящее, и его будет видно издалека. Двери, конечно же, можно выбить, но у меня особо нечем. А вещи, которыми ты будешь бить дверь, будут руиниться. А фаер, например, сейчас руинить жалко. Компас тоже, всё остальное тоже может пригодиться. Поэтому пока что двери выбивать не будем. Найдём какой-нибудь инструмент, тогда уже будем нещадно все двери ломать. А пока что... Пока что давайте просто посмотрим в округе, что у нас здесь есть. А вот и наш старый друг, которого мы давно не видели. Как бы не хотелось, чтобы он сейчас посмотрел в мою сторону. Потому что как бы способа борьбы с ним нету. На сервере вышли, кстати, много обновлений, пока я здесь не играл. И одно, знаете, из самых таких зубодробительных, это то, что теперь зомбари могут выбивать двери. Да, да, вам не послышалось. Они могут, мать его, выбирать дверь. Не только какие-то там кровососы или ещё какие-нибудь сволочи. Садовая известь. Садовая известь нам сейчас с вами не пригодится, поэтому брать не будем. Если бы были химикаты, мы бы их забрали. Вот. Теперь в доме от них не спрячешься. Их в доме не закроешь. Ух ты, рюкзак. Круто. Их в доме не закроешь. И что с ними теперь делать, я хоть убей, не представляю. Хреново только то, что у нас с вами из еды. Остаётся только перчик. Но он, в принципе, нагрелся. Давайте сейчас его съедим. Но он сушит. Вот что я боюсь. Сушит. У меня осталась одна пепси. Пепси моя, которая была у меня при старте. Я, к сожалению, ничего толком найти здесь не смог. Нужно, короче, сваливать с этого острова. Потому что единственное здание, которое нас защитят от выброса, находится в зоне холда. Ну, я там, естественно, сдохну от холода. Не выброс меня до каная. Так холодрыга. Нужно пытаться уходить. Но, но, в чём беда? Остров Скалистый же сейчас полностью окружён водой. Кроме длинного моста. Может быть, попробовать через длинный мост пройти? Слушайте, может, как вариант, правда, попробовать по длинному мосту пройти. Но это очень долго. И я боюсь, если я здесь сейчас нигде еды не найду, то я просто-напросто умру с голоду пока. Пока буду идти. Так, где-то какая-то аномальная активность слышится мне. Тут в этом тумане ещё ни хрена не видно. Будем надеяться, никуда я сейчас не наступлю. А вот и первая аномалия, которую мы с вами встречаем на пути. Я тут немножко зазевался. Смотрите, вон там наверху на этом, на пропете что-то лежит. И я, короче, такой, думаю, ломанусь. Где-то же шумит. Но её, блин, вообще не видно было, эту жарку, на самом деле. Но зато хоть немножко согрелся я до жёлтого градусника. Это мне поможет переплыть, потому что нам всё-таки точно с вами предстоит плыть. Нифига себе, сугробов сколько намело. Смотрите, как провалилась под снег эта избушка. Труба. Трубой, кстати говоря, можно будет выбивать двери. Которые попадутся нам запертые. Это хорошо, на самом деле. Хорошая находка. Здесь ещё остался у нас один дом. Вон в том странном тумане. И я думаю, мы с вами плывём. Вот только я не знаю, куда мне лучше плыть. Либо плыть вот через камешки к тому мосту. Либо плыть сразу до того острова, который рядом с камышоу находится. Что там, что там далеко. Успею промокнуть, замёрзнуть капитально. Но пока градусник жёлтый, это терпимо. Можем, в принципе, ещё раз к жарке подойти. До красного прям нагреться. И уже чапать в море. Но вода будет уходить жёстко. Это плохо. А до ближайшей колонки ещё нужно будет как-то добраться. Как-то жёстко, на самом деле. С самого начала сразу в воду надо лезть, чтобы выбраться. Это чё-то как-то мне прям вообще не повезло со стартом. Прям вот от слова совсем. Ну, хотя, как сказать, не повезло. Смотрите, тут в последнем доме сразу уже попалось нам и ружьё. Ну, ладно, пускай это мелкашик, конечно, такое себе ружьё. А ещё здесь попался, смотрите, блузка с физраствором. Как раз мы с вами попали в жарку. У нас с вами ушла немножко кровь. В принципе, мы теперь сможем восстановить себе эту кровь физраствором. Но ещё и еду с водой мы с вами сможем понять с помощью этого физраствора. Так что, в принципе, я думаю, что мы с вами худо-бедно как-нибудь до того берега всё-таки доплывём. Вот только я, правда, ещё не решился, как мне плыть через этот, через камни. Там вроде как побыстрее должно получиться. Или через остров Камышову сразу. Там сразу до Камышова будет недалеко. И вот я пока что маюсь. Куда, как, куда мне плыть. И пока что ещё никак не решусь. В общем, как вы уже, наверное, догадались, я решил плыть там, где у нас был расположен раньше разрушенный мост. Надеюсь, что доплыву я раньше, чем околею настолько, что умру от холода. Но посмотрим. Всё-таки зима, всё-таки мутанты, всё-таки аномалия. Сейчас, прикиньте, на камне выплываешь, а там какая-нибудь аномалия, которая сразу же тебя убьёт. Вот это будет хохма, вот это будет, конечно, веселуха. Всё, мы уже с вами на две полоски вниз замерзаем. Теперь остаётся надеяться только на удачу. Да уж, беда пришла, откуда не ждали. Доплыть-то я доплыл, даже, блин, не замёрз. Но вот яблоко у меня стало красным. И теперь я, блин, помираю от голодухи. Я почему ещё здесь выбрал этот именно путь? Потому что здесь на берегу присутствуют лодочки. И шанс найти у них какой-нибудь, я не знаю, марлин с рыбалкой или ещё что-то подобное весьма и весьма велик. Мы уже с вами капец как сильно замерзаем. Нам надо как-то выжать наши вещи, что ли, хотя бы побыстрее. Но вот голод меня прям доканывает. Ладно, мы сейчас часть хп-шек можем с вами спокойно потерять. У меня есть перец, который нас высушит. Но также у меня есть кока-кола, которая, в принципе, нам поможет восстановить немножко калорий. Пока вода красной не станет, я, наверное, есть всё-таки не буду. Сейчас быстро отожмусь и побегу в сторону, даже не знаю куда, либо в Камышово бежать. Но там уже, наверное, всё давно залутано кепочками. Потому что здесь люди теперь рисуются частенько. Блин, вот ботинки, конечно, промокли. Это, конечно, хреново. Потому что что? Потому что... А, шапку можно отжать. Потому что ботинки отжать у меня точно, блин, не получится. Нужно где-то уже сейчас быстренько делать кастрик. Потому что замерзаем мы с вами вообще капитально. А что-то долго думать. Давайте, наверное, прямо здесь и разведём его. Хрен с ним. Увидят, увидят. Один хрен. Если мы сейчас не высохнем, мы с вами... От холодрыги сдохнем. Тут ещё плюс туман такой. Ну, с горы, конечно, нас увидят кемпера какие-нибудь. Но что поделать, что поделать, как говорится. Пускай, пускай видят. Убьют, убьют. Заодно фаер сразу в речку выкинем. Чтобы он нас не сильно палил. Над ним он там пусть светит. Тем, кто там проживает. Сейчас заодно и пепси нагреем. Давай, иди пока туда. Полежи там. До воды не долетел. Ну, ладно. Сидим, греемся. И сушимся. Так вот, что мы с вами, в принципе, отогрелись. Хорошо мне. Тепло стало. Я съел свой сушёный перчик. Съел свою кока-колу. У меня теперь из еды, из воды нету ни хрена. Это, конечно, плохо. Но зато я теперь от голода уже не теряю хп. И это хорошо. Во всём нужно искать какие-то свои плюсы. Я вот думаю, что мне всё-таки стоит идти в сторону деревни Камашова. Даже если там всё, кепочки залутали. Как минимум, как минимум, там есть здания, которые позволят мне укрыться от выброса. Когда он будет, я хрен его знаю. Когда небеса красными станут, тогда он и начнётся. Вот. Только об этом мы с вами сейчас должны думать. Потому что, потому что вот вода, еда, это, ну, худо-бедно мы как-нибудь справимся. Но, если начнётся выброс, у нас шанса выжить в открытом местности будет вообще никакого. Фаер я второй брать не буду. В общем, у нас есть ещё один. Если уж совсем припрёт, воспользуемся им. Ну, а там, я надеюсь, уже нам повезёт. И мы с вами сможем найти какие-нибудь, я не знаю, ножики-режики, с помощью которых уже там нарежем себе дрели лучковых. Или как они там называются, чтобы разводить костёр. Ну, в общем, главное сейчас быть где-нибудь рядом со зданиями, которые будут защищать нас от выброса. Ну, ещё, конечно, хотелось бы в этих зданиях, которые будут защищать нас от выброса, найти какую-нибудь защиту от голода, от холода, от жажды. Ну, и от прочих несчастьй, которые с нами здесь могут произойти. А несчастья на этом сервере с нами может произойти просто огромнейшее количество. Сервер по вариантам смерти персонажа просто лидирует по всем статам. Вот просто абсолютно по всем. Шапочка вон там какая-то лежит. Она вроде бы как должна быть теплее, чем моя. Хотя это не точно. Изучить. 0.50. А тут... Да блин, не взять. Нет, 20.70 моя лучше. Пока что тепло мне в приоритете. Поэтому шлемофоны мы пока что брать не будем. Так, а тут что лежит у нас? Футболка. Футболку разорвём. Потом, когда будем в каком-нибудь тёплом месте. Пока что собираем и бежим в сторону Камышова и надеемся, что чё-нибудь нам там ещё и перепадёт. Какого-то хрена я чем-то заболел. Зиман, чё такое показываю? Ну, это, наверное, от холода, да? Или просто от плохого настроения какая-нибудь там болячка выскочила. Или от того, что мы в жарку наступили. Так, не обнаружу, не обнаружу. Начальная стадия пневмонии. А у меня чё там есть? Эти, по-моему, да? Я уже не помню, если честно, как она у нас тут лечится. Но давайте попробуем сожрать ягодку в надежде, что она поднимет нам иммунитет. И мы с помощью этого сможем хоть как-то, блин, исцелиться. К сожалению, витаминки... Ну, не витаминки, а ягодки мне совершенно не помогли. Мы с вами уже приблизились к Камышово. Я надеюсь, что мы здесь хоть что-то сможем найти. То, что поможет нам исцелиться. Вон там уже излом стоит. Нас тут встречают такие весёлые гости, что... Как бы уже в пору поворачивать обратно. Но у меня выбора нет. Если я поверну обратно, я просто-напросто умру. Даже не от выброса. Бутылка водки! Так, ну-ка. Ты же вроде лечишь, да? Давай. Я точно не помню. Но, по-моему, водка должна лечить пневмонию. Если это так, то это замечательно. Плюс оно нам поднимет с вами и калории, и немножко воды. И плюс, если не исчезнет сама бутылка... Будет вообще бомбически. Будет куда у нас с вами налить воду чистую, ключевую. Надо уходить на ту сторону. Я так смотрю, тут что-то зомбарей очень много. Блин, багажник даже заперт. Вот, черт, не повезло. Так, ты кто краска? Ну, блин, пока возьмем, конечно, пока есть слоты. Но мне оно вообще от слова совсем не нужно. Мне бы сейчас пожрать, поспать и теплых вещей. Вот это был бы топчик. А не вот это вот все. Блин, боже, пожалуйста, скажи, что водка лечит все-таки эту пневмонию долбаную. Так. Где-то этот... Злобный, злосчастный трамплин, который я больше всех ненавижу. Но, по-моему, он остался уже где-то позади, за забором. В всяком случае, я на это очень сильно надеюсь. Кстати, что не может не радовать, как я надеюсь, вы уже заметили, на сервере отключили тихое открывание дверей. Это, знаете, просто одно из тех обновлений, после которого я просто кричал в голос «Ура!». Вот, честно вам скажу, мне настолько это дело не нравилось, что вот я прям обрадовался. И вот как это обновление убрали, я с тех пор и все планирую вернуться и вот снимать. Вот, начал. И пока что все очень плохо. Потому что что? Потому что все идет не по плану, все идет по одному месту. Ну, как обычно, в принципе, на этом-то сервере. Ничего удивительного. Ух ты, смотрите-ка, что я смог найти. Охотничья куртка в отличном состоянии. Просто, мать его, в великолепнейшем. Это хорошо. Теперь нам хотя бы будет чуть-чуть теплее. Куртку эту порвать нельзя, к сожалению. Я еще не ходил в полицейский участок. Еще до тех я краев не добрелся. Значок клякса, к сожалению, так нифига у меня и не пропал. Хоть я почти всю бутылку водки уже усосал. Кастрюля, ни хрена себе, большая кастрюля. Слушайте, а мне здесь нравится. Ну да, как вы все-таки замечаете, водка от простуды не лечь. Может, ее нагреть надо, как оно сейчас вообще работает. Хрен его знает, на самом-то деле. Пиво теплое найти надо. Вот это да, вот это бы точно помогло. Если его в костре бы нагреть. Но, чего нету, к сожалению, того нету. Нужно бежать дальше, пока наша болезнь сильно прогрессировать не начала. Потому что потом-то уже, когда будем громко кашлять, будем привлекать внимание всех зомбарей, которые есть в округе. Так, в бомбере что-то лежит. Скажи, пожалуйста, там тетрациклин какой-нибудь. Эпоксидная смола. Ну, тоже хорошо. Так, а у тебя что? 0,80. Нет, охотничья куртка будет получше. Поэтому в ней пока что походим. Так, серп. Вот это круто. Это круто. С помощью него можно будет резать, можно будет затачивать. Плюс можно будет порезать каких-нибудь зомбариков, которые, если уж нас совсем припрут, то получат от нас серпом по яй. Ну, в общем, по тому, чему получат. Отлично. Только думал водички попить. А тут, как оказывается, жарко обосновалось прям четко на колонке. Так что это не наш вариант. Блин, вокруг ходят зомбари. Я боюсь вышибать двери. Вдруг они услышат, и тогда мне вообще кранты. Надо еще попробовать с черного входа зайти. Дядя, я понял. Все, сиди там. Мы тебя не тревожим. Нужно попробовать с черного входа зайти в полицейский участок. Вдруг там открыто. Вдруг у нас есть шанс туда забраться. Какая-то херня. Давай, пожалуйста, скажи, что здесь открыто. Что там есть какие-нибудь интересные вещи. И, может быть, даже тетрациклин. Так, бронежилет. Отлично. На, на. Умри, пожалуйста. Дядь. Да, нет, нет. Да, но это не серьезно. Падла. Еще и серп мне задамажил. Давайте его обыщем. У нас с вами, благо, есть и перчатки, и броня. Броня на лице, которая защищает нас. Этот броник получше, он мне сразу понравился. Блин, морфин. Я думал, я бы хотел сказать, это противовирусное. Так, а китель у нас как греет? Хреново. Так, ну куртка по-любому хуже греет, чем наша. Так, ишь. Хорошо. А вот штаны, штаны должны быть вот эти получше. Сто, пятьдесят. А у нас что там? Сто, тридцать. Все, отлично. Одеваем вот эти милицейские штаны. В них слотов, по-моему, побольше. Нет столько же слотов. Ну ладно. Так, а тут что? Куртка тоже пустая. Блин, дайте мне, пожалуйста, это рециклина. Очень-очень нужно. Хотя, ну, конечно, откуда он в полицейском участке будет? Господи, как меня постоянно пугает этот висячий хрен. Вот, вот это вот вообще топовая пушка. Состояние я не смотрю. Потом будем всем этим делом заниматься. Считайте, бесконечный глушитель. На нее только кучу патронов надо. Так, штаны. А у нас... Семьдесят девять пятьдесят. Ворн. Ворн. Так, ну-ка. А это какие? Это вот эти вот, да, у нас семьдесят девять, которые... Тут у нас промокаемость, по-моему, плохая. Да, тут сто пятьдесят, а у нас семьдесят девять. То есть они будут дольше промокать. Ну и плюс они такие по цвету еще немножко маскировочные. Так, сэкономим себе два слотика. Хорошо. Слушайте, как много лута здесь. А здесь кто-то разделал какую-то животинку. Типа кролика или еще кого-то. Потому что с кур кишки не падают. Так, бинт, углок. Нихрена себе, сколько здесь оружия, если честно. Так, семьдесят девять пятьдесят. У нас по-любому лучше куртка, поэтому не заморачиваемся. Сейчас еще на крышу выйдем, глянем, что там у нас есть. У нас тут заперто. Есть ли смысл выбивать? Магазин на юмп лежит. Ну ладно, давайте выбьем эту дверь. Заодно проверим, агрятся ли зомби. Вроде бы никто не сагрился. Ну, шесть магазинов. Ой, шесть патронов. Нормально, пригодится. Если, конечно, я возьму его. Ладно, надо тут оставшиеся дома облутать. И уже где-то заседать и пережидать этот выброс долбанный. У нас пневмония перешла в стадию такую, что мы теперь начали с вами терять хп. Ну, замечательно. Не одно так другое нас с вами доконает, да? Или у нас что-то новое появилось? Сейчас вот будет круто, если после пары ударов в зомбаре у нас появился вирус Z. Так, не обнаружен, не обнаружен. Начальная стадия пневмонии у нас. Ну почему, почему мне не помогает водка? Я не знаю. Давайте сжахнем на дорожку. И побежим. Ну что, в принципе, мы тут с вами так неплохо подлутались. Лут кое-какой нашли ценный, который нам поможет в дальнейшем выживании. Вот только проблема в том, что я так и не нашел себе ни одной таблетки тетрациклина. И это на самом деле очень-очень плохо. Потому что вылечиться мне нечем. Водка у меня еще есть. Я даже покушать себе нашел. Смотрите, вон тунца консервированного, да? Который уже поднагрелся. Так что голодной смертью я не умру. А вот то, что я не смог найти, конечно. Чуть за пульки такие. А, это пули для крафта патронов, да? Все понял. Я думал, это уже пули, которыми можно стрелять. Вот. Голодной смертью я не умру. Но вот только пневмония, это меня догоняет. Если бы я хотя бы не терял хп, то, может быть, был бы шанс куда-нибудь далеко-далеко добежать. И уже там найти какие-нибудь лекарства. Но здесь я, к сожалению, никак не выживу. Вот единственная надежда. Я вспомнил, что здесь стоит кастомная желтая медицинская палатка. В которой, может быть, может быть, я смогу найти какие-нибудь таблетки. Это моя последняя, на самом деле, надежда. Потому что, если и там уже ничего нет, то все. Мне прямой путь на берег. Прямой путь в электро. Потому что, ну, ближайшее место, где еще я что-нибудь могу найти, я даже и не знаю. Это что, часть экзоскелета на ржавой машине? Здорово. Ну, нахера она мне сейчас нужна? Мне сейчас бы очень сильно пригодился тетрациклин, как я думаю, вы уже догадались. Ладно, давайте сразу ломанемся в палатку, пока здесь не набежала куча зомби, неизвестно откуда. Еще, конечно, вот на тот остров можно сходить. Там есть лодки, там есть дома тоже кастомные такие. Но что-то как-то не хочется, потому что медицинских чистых учреждений там никаких нет. Ну, тут вообще нихера нет, да? Да, тут вообще ничего нет. Мне еще вот этот сарай интересен, но там вот это вот... Ой-ой-ой, нет, там излом ходит. Пусть этот интересный сарай остается у них во владении. Я, пожалуй, пойду в сторону Электрозаводска и надеюсь, что Пупти меня выброс там с головой не накроет. Ну, так здание вот в это вот еще сейчас забегу. И все. И буду отсюда сматываться. Тем временем мы с вами добрались до Электрозаводска, но уже начало смеркаться. Я тут нашел магазин на ЦР-75 с тремя пульками. Пульки вытащил и теперь у меня ГЛОК по одному патрону заряжен. Аж целых три раза можно выстрелить и убить трех зомбарей, если очень сильно повезет. Потому что дверь-то они теперь вышибают, возле окошек стоять необязательно. И подловить момент нужно будет как-нибудь на ходу. Что-то тут слишком много зомбарей, давайте их попробуем обойти. Мне на самом деле нужно сейчас первым же делом бежать в сторону больнички. Потому что что? Потому что мне очень сильно нужен тетрациклин. Да, он, конечно, может быть попасться в любом доме, но в больнице все равно шансов, мне кажется, больше. Найдем тетрациклин, будем жить. Не найдем? Нам по-любому жопу, потому что на наш кашель сбегутся выжившие. Ой, не выжившие, а эти. Не выжившие, наоборот. Выбьют дверь и съедят бедного Димку только так. Блин, в целом лут попадается хороший. Но это чуть-чуть не то, что мне надо на самом-то деле. Конечно, пропускать не буду, все возьму. Ой, все возьму. Но черт возьми. Господи, как ты меня напукал. Здорово. Тетрациклина нет у тебя? Простудился, блин. А пива нет? Спасибо. Я вот тоже думал, что квас может помочь. Давайте попробуем. Давайте сейчас в доме разведем костер. Погреем банку. И будем надеяться, что она нас как-то исцелит. Мы же в этой хрени можем. Да, в принципе, в этой фигне мы с вами сможем спокойно разместить эту баночку. Она у нас нагреется. И у нас будет шанс вылечиться. Во всяком случае, я на это очень сильно надеюсь. Вот видите, почему я не люблю цеплять сюда сразу, как вы говорите, не готовый костер, а потихоньку сюда все цепляет. Потому что он цепляет все сразу сюда. Это очень неудобно на самом-то деле. Так, где у меня фаер? Так, вот он. Фаер, иди сюда. Господи, хоть бы только оно помогло. А то фаер-то мы с вами использовали. Больше у нас костер разжечь пока что, к сожалению, нечем. Ну, как говорится, с богом. Не, к вас нихера не помогает. Нужно именно пиво, блин. А жаль. Конечно, еще не все потеряно, скажем так, у нас в принципе вода и еда в хорошем состоянии. Иммунитет большой. Может быть, все-таки мы как-то от этой болячки сараной избавимся. Блин, такое чувство, как будто где-то прямо здесь ходит. Ни херашеньки не видно уже. Видимо, все-таки на втором этаже ходит. Сейчас я тут в этом здании пошарюсь, потому что здесь тоже должны быть какие-нибудь медицинские препараты. Если здесь, конечно, их никто не собрал. И, наверное, где-нибудь здесь на боковую лягу ночь пережду, потому что что-то как-то в темноте лутаться вообще-вообще не хочется. Слушайте, не зря я здесь остался ночевать. Смотрите, какую штуку я в темноте и не заметил. Противогаз, он тоже должен быть довольно-таки теплым. Маску все равно прихватим, потому что ситуации всякие бывают. Вдруг нам по лицу кто-нибудь ударит, по щечу не даст, наш противогаз заруинится. А у нас будет уже маска. Димка, будь здоров. Тут где-то больница должна быть. Нужно в больницу обязательно сходить, потому что чихание это меня дико палит. Как и перед людьми, так и перед зомбированными. Ух ты, а это что такое? Смотрите-ка, шапка Санты. Довольно-таки в хорошем состоянии, плюс она довольно-таки теплая. Ну, еще и таблетки, спасающие от психорасстройства. Это хорошо. Это, конечно, не татарциклин, который мне сейчас очень сильно нужен, но это тоже хорошо. Теплая шапка, это всегда зимой не лишнее совсем. Потому что, ну, голова все-таки должна быть в тепле. Если, конечно, проветривать, нам ее не надо. А вот и местная поликлиника. Но она такая, знаете... Так, это что такое? Помидорка. Возьмем, пригодится, сожрем потом на досуге. Она здесь такая весьма интересная, скажем так. Она кастомно застроена. Войти в нее не так-то просто. Так, а что это тут? Зомбарь дохлый валяется. Его кто-то, наверное, застрелил. Или как-то убил. Да, нет. Нет, да. Странно. Тут, вот видите, единственная дыра в этой машине. Я не знаю, можно ли через нее пролезть или нельзя. Но я точно знаю, что можно перебраться через крышу по лестнице. Давайте сейчас таким обходным путем, скажем так, пойдем. У меня уже хп стали желтые от внепонии. Мне очень срочно нужно найти какой-нибудь либо тертерциклин, либо адреналин, чтобы хпшки свои восстановить. Потому что уже что-то как-то это становится не смешно. Будет стремно, если ты на сервере, где есть мутанты, аномалии, выбросы, умрешь просто от какой-то простуды. Вообще будет прям обидно. Давай, больница, порадуй меня какими-нибудь медикаментами, которые спасут Димкину жизнь от бесславной кончины. Что-то как-то здесь пустовато. Вряд ли много людей лазит в эту больницу, потому что она как-то, ну, хреновски лутается, потому что она тут застроена. Вот так, неинтересно, тут еще внизу вода разлита. Я вот что думал, давайте, может быть, мы тапки снимем, чтобы тапки нам не мочить. У меня места катастрофически просто не хватает. Нужен какой-нибудь... Я даже не знаю кто. Серп у нас на спину не вешается вроде. Да, серп не вешается. Серп еще такой неудобный, так много места занимает просто от ас. Так, тапки снимаем и почапали. Надеюсь, пятку мы с вами не порежем. Ну, самое главное сейчас не намочить нам ботинки и штаны, потому что если мы еще в мокрые обуви будем ходить, это вообще смерть. Мы еще раз простынем, еще раз заболеем. Так, штаны. Что это? О, аптечка, так, спирт, хорошо. Вот только куда тебя... А, слушай, влезла. Заперто. Надо выбивать дверь, а... А пистолет-то некуда ложить. Такое временное решение, скажем так. Давай-давай, быстрее. Интересно, внутри зомбари какие-нибудь присутствуют? Вроде бы на хребенье слышно не было никого. Давай, шуль, бери эту кастрюлю. Так. Распиратор, спасибо, не нужен. Ну, давайте, мне всего лишь парочка таблеток нужна. Парочка таблеток тетрациклина и все, я довольный как слон отсюда уже уйду. Я, конечно, любым медикаментам буду рад, но место бы еще было под одних, под всех. Если будет тетрациклин, я сразу же здесь прямо его сожру и все. А так, конечно... Ну, знаете, такое себе удовольствие, если честно, босиком по трупам, вот этих по кучам трупов гулять. Еще как бы это, заразу себе какую-нибудь не занести в пятку. Слушайте, вообще в больнице нихрена нету. Че-то как-то... Будь здоров, очень тупо. Застроили такое большое здание, чтобы здесь один респиратор найти и все? Серьезно? Да, вообще ничего нету. Вот это жопа. Я даже калории, которые тратил, чтобы сюда забраться, не отработал ни хера. Мда. О, да, ребятки, обожаю эту игру. Вы посмотрите, что я нашел. Просто, просто какой-то рандомный рюкзак заспавнился на вокзале. И в нем лежит три таблетки тетрациклина. Это замечательно. Помидорка у нас нагрелась. Давайте сейчас помидоркой заодно закусим. Я не знаю, сколько таблеток мне надо, чтобы исцелить мою стазию заболевания. Но надеюсь, что этих трех таблеток мне хватит с головой. Так. Нужно как-то разграничивать свое пространство в инвентаре. Потому что что-то вообще у меня все очень плохо стало. Нужно найти какой-то более-менее нормальный рюкзак. Потому что, ну, такому хомяку, как я, с таким маленьким рюкзаком вообще прям не очень круто. Так, отлично. Вот мы вместили с вами наш пистолет. Что у нас здесь по слотам? Можно выкинуть кое-какие вещи, которые мне сейчас, в принципе, в ближайшее время не понадобятся. Магазины вот эти вот, кстати говоря, можно разрядить. Потому что, ну, вряд ли я сейчас где-то здесь найду М-ку или Юмпи. Ну, Юмпи еще может быть, но так М-ку так точно нет. С заимкой это надо куда-то в какую-то крупную военную базу идти. Потрошки заберем. Так, на всякий случай. Может быть, получится кому-нибудь их впарить, скажем. Так, вроде бы все вместили. Слушайте, кстати говоря, кстати говоря, а какого качества рюкзак тот, который лежит на земле и тот, который у нас? Так, 55% дэмэдж. Ну, у нас, наверное, лучше, да? 12! Серьезно? Вот это жесть! Давайте сейчас переложим все вещи в этот рюкзак, который получше. Так, и какой тут рюкзак брать? Вот этот, что ли? Ну и все, пора валить. Нужно сейчас еще вагончики облутать, потому что в вагонах тоже может быть весьма интересная цена луту. Слушайте, мне помогла всего лишь одна таблетка тетразоклина. Я довольно-таки долгое время бегал с этой болячкой, я не знал, что у меня такая слабая стадия была. Я вот думаю, на всякий случай все равно выпить вторую таблетку, потому что, ну, мне кажется, для профилактики, для профилактики можно таким делом побаловаться. Одна таблетка у нас еще останется, ну, надеюсь, что довольно долго мы ничем не заболеем, чего нас должно лечить тетразоклином. Вот, поэтому сожрем две, чтобы уж наверняка дземка исцелился. Зомбарей тут ходит полно, на самом деле, а их особо сейчас нигде не закроешь, от них особо нигде не закроешься, и как бы немножко стрёмно. Здесь хорошо, сейчас по вагончикам пошаримся, посмотрим, что у нас есть в вещах, чего у нас нету, и дальше там должен быть кастомный военный объект, не до... Так, медицинские какие-то шмотки, кастомный военный объект, там должно быть... О, противовирусное! Так, его сразу в шеврон, шеврон меньше всего подвержен заруиниванию, поэтому его кладем туда, потому что вещь-то ценная, заболеть можно в любой момент от любого удара, а исцелиться уже не так-то просто. Ну, в нашем случае теперь просто, потому что мы с вами противовирусное нашли. Почему-то очень много в мёртвых зомбарей лежит здесь. Кто с ними шалил, я не знаю, прям отстреливали их капитально. Прям вот за каждым углом валяются мёртвые зомбари, потратил кто-то здесь патронов, прям вот дохрени он. И ещё что странно, в разных местах почему-то с глушителем что ли ходил. О, кстати, пожарная часть. А почему бы нам с вами туда не заглянуть? Вдруг сможем найти там какой-нибудь топор, какие-нибудь фильтры для нашего противогаза, ну или шмотки пожарные в более хорошее состояние, с более большими карманами, с более высокой непромокаемостью, скажем так. Так, что-то ни одного зомби-пожарника здесь не слышно, не видно, но это нам только на руку спирт. Хорошо, нужно будет, кстати, заморочиться, сделать себе чистеньких продезинфицированных тряпочек. Ну хотя у меня бинты пока что есть, пару пачек, я думаю, что мне их с головой хватит, я резаться вроде как не собираю. Это гильзы, гильзы пока не буду брать. Резаться пока что не собираюсь, всё у меня вроде из одежды целое, поэтому... Поэтому пока что не будем, оставим спирт на всякий случай, вдруг потом придётся праздник какой-то мечать, бодяжить, мы его сразу употребим. Чё у нас куртка? 0,40, 0,40, ты ещё в таком хреновом состоянии? Ох, ты ж нихера себе, слушайте, сколько здесь всякой фигни лежит. Сколько здесь шмоток пожарных, прям вообще дофига. Так, 0,40, дэмэдж состояние, спасибо, не надо. Хоть у меня штаны и промокаемые, но эти уж прям совсем угашенные. Я такие носить не хочу. Куртка пристин, нихера себе. Давненько я таких тут не видел. Дайте мне штаны в хорошем состоянии, пожалуйста. Смотрите-ка, здесь зомбар лежит дохлый. Я говорю, в очень странных его местах, в очень странных местах разделывали этих всех зомбарей. Так, вот лежат штанишки, вроде бы как нормального качества. Ну, во всяком случае, с виду, издалека. Так, давай, Диман. Стариной тряхнём. Давай. Угу. Да, стряхнул, молодец. Давай. Ладно, просто залезь и всё. Так, штаны пожарного. Штаны пожарного без какого-либо улта. Дэмэдж. Ну, ладно, хоть процентаж у них здесь большой. Плюс они тёмненькие. Отлично. Куртка тоже тёмная, но я её брать не буду. У меня куртка такая нормальная. Твою мать. Ну да, давай ещё эту, ногу сломай здесь. А то у тебя хп-то дохера. Мне бы ещё, конечно, топор, на самом деле, найти было бы неплохо. Видимо, это вот этот вот хрен, который всех зомбарей здесь в округе перестрелял. Не хотелось бы под шальную пульку попасть. Поэтому давайте-ка, наверное, будем отсюда потихоньку сваливать в сторону того кастомного объекта, про который я вам рассказывал. Где-то вот в этой стороне должна быть эта вот кастомная фигня. Там буквально пара палаток военных, плюс палатка медицинская. Вроде бы как ничего такого, но забежать посмотреть стоит. Ух ты, плащ. Ну-ка, 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 что у тебя там? 10.70, да. А охотничья куртка у нас что там имеет в виду у себя? Так. 10.100. Не, наша охотничья куртка прям топ из топов пока что. Остаёмся в ней. На 30% она лучше греет, чем плащ. Я почему-то думал, что у плаща более хорошая согреваемость, нежели у куртки охотничьей. Ну, пускай. Есть как есть. Главное, что у Димки тепло и хорошо. Так, вот этот вот двор, насколько я помню. Да, вот он. Ничего здесь нету. Нужно аккуратненько лутаться, потому что, вон я смотрю, там уже ходит подрывник. И нам, у нас его убивать вообще нечем. Тех патронов, что у нас есть на 9-ти миллиметровый пистолет, нам точно не хватит, чтобы его убить. Да и не возьмут они его, наверное. Так, гильза нахер. Бито, бито, бито. А у нас труба в каком состоянии? Так, 8%, а бито... 88, отлично. Берем бито. Бито у нас будет, знаете, открывашкой работать. Мы с помощью нее будем вскрывать запертые двери. Хотя трубой мне, конечно, тоже нравился, удобненько так, но бито, я думаю, будет попрактичнее. Ой-ой, их тут двое. Двое подрывников в таком объекте. Давайте, может, его попробуем закрыть. Так, не получилось. Ой-ой. Что-то он дверь выбил. А что ты его выбил? Там зомбари ходят. Я говорю, теперь просто так зомбари нигде ни хрена не закроешь. Ну давайте здесь что ли рискнем через забор перебраться. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Дядя, не смотри сюда. Так, палатка, палатка. Давай, пожалуйста, мне что-нибудь... О, 8 таблеток тетрациклина. Конечно, когда он мне не нужен. Да ладно, еще и противовирусное одно. Ни хрена себе. Давайте пока что вот так вот сделаем, потому что стреля... Шляпа ковбойская. Стрелять я все равно пока что не собираюсь, потому что как бы это будет смерти подобно. Поэтому можно пока что все это в карманах потаскать. Я, конечно, не знаю сейчас, какой у нас, если будет военный лут в этих палатках, куда я буду все это дело складывать. Так, ну приклады мне не нужны. Больше здесь ничего ценного нет. Но я уже доволен заходом и в медицинскую палатку, потому что ну как бы и противовирусный, и почти полный комплект тетрациклина. Так, аккуратно, твою мать, нам сейчас будет жопа. Так, тут пусто, короче. Так, 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 давай, давай, куда, 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 давай на танк. Давай, 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 Димон, быстрее. Отлично. Фух. Ну а теперь надо куда-то бежать, где-то этих засранцев всех закрывать. Как-то это все дело делать. Ой-ой-ой. Ну надо пробовать, что здесь стоять, просто так все равно умрем. Давай, Димон, давай быстрее. Так, и сейчас как-нибудь будем мансовать через здание. Пусть эти зомбари пока выламывают там дверь, мы уже убежим в соседний двор. Ага, и загрем тут еще зомбари, естественно же. Так, давай, 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 быстрее. В дом, в дом, в дом, в дом, в дом. В дом, в дом, в дом, твою мать. Да какого хрена ты здесь делаешь, дурынка? И куда, куда бежать? Так, на лестницу, давай наверх. Давай, 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 давай. Давай, быстрее. Эй, вы че, вы че делаете? Все пятки мне тварят. Ооо, мы заболели. Ооо, да у нас скорее всего зомби-вирус. Да не скорее всего, а точно. Столько ударов мы с вами пропустили. Давай, колем. Ладно, у нас с вами хоть парочка есть. Только теперь че делать мне вот на этой лестнице? Я че-то как-то даже не представляю. Так, может у нас как-то получится все это дело впихнуть? Давайте магазин выкинем на UMP. Нахер он мне пока что не сдался. Ну да, вроде все влезло, хорошо. Так, куда, куда нам с вами сейчас идти? Хотелось бы, конечно, вот в это вот здание справа, которое забежать все-таки, там тоже медь. Ооо, у нас еще интоксикация вылезла. Ёперный театр, а. Ну, конечно, мы и тетрациклин жрали, и водку, я считаете, выпил, и плюс я еще укололся сейчас антивирусом. Так, давай попробуем спрыгнуть. Отлично, даже без повреждений добрались. Хорошо, вон они там лазают по заборам. Может быть они от нас отстанут, а? Очень бы, конечно, хотел. Сейчас единственное спасение от всех этих сволочей, это вот какая-то верхотура. Так. А почему у меня сумка пустая? Че за... А где мой лут? Короче, здание вообще абсолютно пустое. Я тут решил провериться, что у меня такое. Чем я тут все-таки болею. Ну, вряд ли это какая-то там радиация или че. Ну да, интоксикация у меня. Я вот не знаю, физраствором она лечится, не лечится. Я точно не помню, но, по-моему, нет. По-моему, нифига. Я блюю как-то не в себя уже тут сколько-то минут. Не знаю, че делать с этим. Нужно попробовать до колонки добраться. Может быть с помощью старого дедовского метода, когда там пьешь и блюешь, пьешь и блюешь, получается вылечиться. Но пока что... Просто у меня... Ой. Я говорю, видите, я заболевал тут все здание уже. Хреново это то, что уходит это. Вода, еда. Да, может на крыше здесь хоть что-то есть, на макушке, на самой. Не, вообще ничего нет. Вообще абсолютно пустое здание. Прям вот, ну не повезло, просто вообще как. Ладно, сейчас будем искать либо уголь, либо антитоксин, либо у колонки будем поливать. Слушайте, че за дерьмо такое, я спустился, короче, по лестнице, и я стою, блюю здесь уже в течение минуты, я пошевелиться не могу, и у меня пропал значок интоксикации. Че это за херня такая? Я просто у лестницы вот эту кучу из себя изверг, что там, наверное, утонуть можно. Я вот реально вот целую минуту стоял там и извергался просто. Просто жесть. Ну, самое хорошее, что у меня прошла интоксикация, я безумно этому рад. Странный, конечно, метод избавления от нее, но я сам ничего не делал. Просто Димка слез, видимо, очень быстро по лестнице спускались, поэтому его укачало. Больше другого варианта я не вижу. Так, нас тут интересует парочка военных контейнеров. Ну, конечно, и сарай я хотел бы посетить. Сарай я уже посечу без вас. А вот в военные контейнеры можно было бы заглянуть и вам, потому что я знаю, что вам нравится находить какой-то интересный, ценный лут. А тут нихера себе, лут тактическая со штык-ножом. Вот это круто. Рюгер давайте выкинем, потому что, ну, он как бы стремный, бесполезный. Фу-фу-фу, нахер его вообще добавили, непонятно. Скинем его где-нибудь вот здесь вот, чтобы люди не понимали, что нихера ходить в военный контейнер, потому что его там уже залутали. И еще здесь должен быть рядышком еще один военный контейнер, который возле этого здания пустого расположен, где я только что лутался и блевался. Вот. Если здесь Аксу лежит, то может быть и здесь что-нибудь ценно. Сейчас там магазин, короче, на Аксу с патронами. Вот это будет просто подарок богов. А тут у нас, короче, что? Тут у нас кобура с ФНХ. Слушайте, хорошо, у нас как раз под него есть патроны. Не знаю я почему. У меня сумка пустая. То ли забаговалось, то ли что произошло, я хрен его знаю. Это просто все вещи, которые в сумке были, просто куда-то нахер пропали. Какая-то неведомая магия произошла. Ну, в аномалию, видимо, попали. Оооо, а вот и он, мой старый друг. Мой любимый трамплин. Как же я по тебе, мать твою, скучал. Я два раза попал в аномалию в эту. Я не знаю как. Вот просто он два раза меня взял и подкинул. Один раз подкинул то, что я в сарае был. Я остался там. Стал выходить. Меня подкинуло еще раз. ХП в ноль. Просто мать его. В ноль. Я сейчас еще и сдохну вот от этого. Это будет вообще просто мать его. Прикольно. Как же я по этой херне скучал. Давайте физик, что ли, зальем. Потому что, ну, с такими ХП ходить... Ой, я надеюсь, куртка не заруинена. Потому что если я сейчас еще и куртку одеть не смогу, то это будет вообще фиаско. Давай, хоть ХП-шек себе немножко восстановим. Боже, Диман, ты после двух трамплинов у тебя, наверное, за вещей целых остались только портки. И то, наверное, потому что их снять нельзя. Это просто капец. Это же надо вот на ровном месте просто в такую сраку попасть. Отлично. Я порезался. А как, спросите вы? А вот так вот. У меня тапки превратились просто в рваные лохмоти. Теперь мне нужно искать запасную обувь. Но какого хрена? Почему вот, когда все так хорошо идет, почему все должно быть вот настолько плохо? Мне теперь надо либо очень-очень медленно ходить, либо я хрен его знаю, что делать. Благо, у меня пока что есть еще пара бинтов. Плюс у меня есть две бутылки спирта. Я себе очищу тряпок, буду бинтоваться, как черт. Просто каждые 5 секунд сколько буду резаться. Но пипец. Пипец. Мне теперь отсюда выход из города просто-напросто заказан. Ну да, босиком, полудохлый. Чего не хватает для полного счастья? Зомбаря. Так, не надо выломать дверь. Агрис ко мне сюда через стенку. Самое главное, когда на тебя сагрился зомбарь, чтобы он, грубо говоря, не в дверь ломился на тебя, а смотрел на тебя сквозь там окошко, стенку, чтобы у него линия агро не совпадала с дверью. Тогда он ее выламывать не будет. Сейчас добегу до того здания. Там есть такой поребрик небольшой. На него сяду и буду, если уж она на меня сагрится, буду битой по башке херачить, чтобы она от меня отстала. Фанатка долбаная. Вот здесь вот я имею в виду. Здесь верхоткурка такая небольшая. Можно здесь посидеть и битой по головам постучать всем тем, кто к нам будет подходить. Ну, если, конечно, она к нам будет подходить. Это просто ад. Это вот все вещи, которые я скинул, это все те вещи, которые у меня заруинились. У меня из целого осталось просто... Кстати, противогаз что там? Да, и противогаз в ноль. У меня из целых вещей осталась куртка и бронежилет. Ну, бронежилет и куртку я снимал, а вот штаны я снимать боюсь, потому что, ну, у меня места просто нахер не останется. Я теперь босиком, босиком в рваных шмотках просто должен откуда-то выбираться, чтобы... Да твою мать, еще и выброс. Капец. Вы представляете, зимой выживать. Босиком, без одежды. Так еще и под выбросом. Слава богу, здание, в котором можно спрятаться, здесь находится рядышком со мной. Вот это вот кирпичное красное, из красного кирпича здание, оно позволяет защититься от выброса. Но, если сейчас я сагрю какого-нибудь зомбаря, который будет ко мне ломиться в дверь, у меня просто, ну, не будет шансов выжить. Если здесь еще сейчас заперто... Нет, здесь не заперто, хорошо. Все. Мы в безопасном месте. Видите, когда вы в безопасности находитесь, сверху пишется, что вы в безопасном месте. Типа, нужно оставаться в укрытии. Давайте сейчас перевяжем нашу рваную пяточку. Лута здесь вроде никакого нету, к сожалению. Что еще хреново, я теперь замерзаю. Выброс идет около пяти минут, по моим наблюдениям. И теперь нам нужно надеяться, что Димка не околеет от холода, пока будет здесь сидеть. Потому что, да, от выброса я защищен. Ну, зомбари, может быть, на меня сейчас сюда не прибегут, пока я тут сижу, тихонечко. И теперь только надеяться на то, что я не успею околеть просто до состояния трупа, потому что у меня не хватает кое-какого розжига, чтобы развести костер. А замерзаю я, блин, на две полоски вниз. Это просто капец. Надо, кстати, в инвентаре заодно тут разобраться. То место-то нужно экономить. У меня всякой херни полно. Ну ладно, сидим, греемся. Мерзнем, точнее. Выброс там бушует вообще просто на всю катушку. Я тут разобрался в своем инвентаре, выкинул всякую херню. Маску, кстати говоря, не зря не выкинул. Опять напялил на себя, хоть как-то более-менее тепло. Зарядил свой FNX, и у меня теперь два пистолета с однозарядными пульками. Там 6 и 3 патрончика. Смотрите, как это крипово выглядит на самом деле. Все трясется, вокруг красный туман. Я, на самом деле, не кровавая пелена запеленная. Как это сказать-то? Застилает наши глаза. А зомбарям, вон, смотрите, ходит он как ни в чем не бывало. Как будто это. Как будто ничего страшного не происходит. Жесть вообще. Сидим, короче, здесь, в шкафчике. Просто тихонечко ждем. У нас с вами есть еще из еды квас. Ботинок, к сожалению, никаких нету. Еды нету. У нас осталось там пару бинтиков. Плюс, кстати говоря, нужно заняться чем? Нужно сейчас очистить себе тряпки, продезинфицировать их. А что, все равно сидим, что нам делать? Сейчас две бутылки мы изгадим в это дело. У нас там будет, ну, где-то, ну, я не знаю, порядка там. Тут 4 мы сделали сейчас. Еще 4, это 8. Ну, еще одну путем переливания из бутылки в бутылку сможем сделать. То есть, 9 раз мы сможем забинтовать свою драную пятку, чтобы не умереть от кровотечения. Ну, а дальше я не знаю, что делать. Если нам не повезет на тапочке, то будем умирать от кровавой пятки. Что поделать-то? Ну что, каковы итоги нашего сегодняшнего дня? Мы простудились, мы заболели зомби-вирусом, мы попали в аномалию, у нас пропали все шмотки, мы босиком замерзаем и пережидаем выброс в каком-то сарае. Это просто какая-то жопа. Вот что значит вернулся спустя столько долгое время отсутствия на сервере. Да уж, встречает у нас не очень приветливо. Но встречает, как встречает. Будем надеяться, что Димка выживет. Ладно, давайте, наверное, на этом будем нашу с вами первую серию заканчивать. Спасибо, что вы были со мной, спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Редхард. Надеюсь, скоро увидимся.